Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Три худших правителя в истории России». В истории России было немало правителей, которые вызывали справедливое негодование народа. Что и говорить, каждое правление имело свои достоинства и недостатки. Например, Петра I, который считается одним из самых великих государей России, также и осуждают за его стремление изменить порядок в стране, за то, что тянулся к Европе к цивилизации, отличающейся от исконно русского менталитета. Потому что историю любой страны и историю любого правления потомки всегда пытаются трактовать субъективно. Причем это касается как определения роли правителей, так и оценки их личности и деяний. Многие исследователи неоднократно пытались назвать как лучших, так и худших правителей России. Ученые разбирали биографии самых разных людей, соотнося их с эпохами, формами правления и даже по половому признаку. В этом видео мы расскажем про трех, на наш взгляд, самых худших монархов в истории России, основываясь не на субъективных оценках, а исключительно на итогах правления этих людей. Петр Алексеевич Романов руководил государством, если так вообще можно сказать, меньше трех лет. С 1727 по 1730 годы, взойдя на престол 11-летним мальчиком. Это последний представитель дома Романовых по мужской линии, внук Петра Первого, сына Алексея Петровича. После Петра Второго российский трон занимали исключительно иностранцы, если уж говорить прямо. Все мужчины, правившие Россией после Петра Второго, это потомки Анны Петровны, дочери Петра Великого, сестры Елизаветы. Она вышла замуж за герцога Гольштейна Карла Фридриха. Из Петра Третьего сына Анны Петровны, мужа Екатерины Второй, начнется Гольштейн Готорбская ветвь Романовых, которая будет править Россией вплоть до 1917 года. Петр Алексеевич умер в 1730 году, не дожив до собственного 15-летия. Если учесть, что Верховный Тайный Совет продолжал осуществлять свои функции, а также на юного Петра Второго влиял князь Александр Меньшиков и Долгорукие, поэтому о сколь-нибудь самостоятельном правлении Петра Второго говорить не приходится. Сам Петр государственными делами не интересовался, проводя время в развлечениях, а государственные служащие только и рады были при отсутствии короля воровать, пока есть возможность. Если при Петре Великом Российскую империю можно было сравнить с кораблем, капитан которого прочно держит штурвал и ведет его вперед вопреки всем штормам, а при Петре Втором этот корабль плыл сам по себе, а весь экипаж, включая капитана, гулял, спал или пьянствовал. Пожилые мужи, которые составляли Верховный Тайный Совет, были недовольны таким положением дел, но ничего исправить не могли. Малолетний гуляк уверовал, что он есть царь и подчиняться чьим-то советам, а уж тем более приказам, не желал. Государство за годы правления Петра Второго почти скатилось в пропасть, росла преступность, процветало взяточничество и казнократство в немыслимых прежде размерах. Если таких взяточников и судили, то очень мягко. А в 1729 году указом Петра Второго был ликвидирован Преображенский приказ как карательный орган, а ведь именно он еще как-то пытался следить за порядком. Пришла в упадок даже церковь, начался конфликт среди церковных иерархов. Они раскололись на сторонников Синода и тех, кто стремился вернуть патриаршество. Тем временем Петр Алексеевич скакал, сломя голову на охотах и проводил время в пиршествах, разоряя и без того уже скудную казну. Конечно, можно оправдать все чудачества юного императора молодостью, но аргумент этот весьма сомнительный. Например, Дмитрий Донской стал князем в 9 лет, а в 12-летнем возрасте уже одержал победу в военном конфликте. Петр же умел только игрушечной саблей махать, да на лошади скакать. Конечно, если вспомнить, что с малых лет Петр Второй фактически стал сиротой и его воспитанием никто не занимался, это несколько меняет дело. Говорили, что мальчика отдали на откуп весьма сомнительным нянькам, которые поили ребенка вином, чтобы он поскорее заснул. После смерти Алексея Петр Великий, правда, занялся воспитанием внука, но заменил нянек на таких же сомнительных учителей. И в итоге Петр Алексеевич не мог говорить по-русски, немного знал немецкий и латынь, но отлично овладел татарскими ругательствами. В общем, развитие внука Петра Первого пошло на самотек. Мальчишку никто не готовил к занятию престола, однако оправдание этого снова неубедительное. То же самое можно сказать про деда, его тоже никто особо не учил. Однако Петр Первый стал одним из величайших правителей в истории страны, а внук за три года чуть не уничтожил все достижения царствования деда. Что он натворил? Например, столицу Петр Второй перенес обратно в Москву. Созданная прежним императором армия пришла в упадок, флот и подавно. Денег на него не выделялось, корабли буквально гнили, простаивая на рейде. На Украине новый император восстановил гетманство, упраздненное его дедом из-за предательства Мазепы. На профессиональных чиновников на местах решил больше не тратиться, лучше уж лишний раз балл закатить. Также Петр Второе управление вернул воеводам, которые, как ни в чем не бывало, продолжили брать с честного народа взятки за любое служебное действие. Сам же Петр Второй не интересовался вообще ничем, кроме охоты, танцев и пьянок. В стране начались открытые грабежи, причем занимались ими не только бандиты, но и солдаты императора, остававшиеся месяцами без жалования. Едва ли так могло продолжаться долго, вот-вот в стране начался бы бунт. Но в начале 1730 года на крещение, искупавшись в проруби, молодой император заболел неизлечимой в те времена черной оспой и вскоре умер. Как бы страшно это ни звучало, но по этому поводу гораздо больше людей радовалось, чем грустило. Так натерпелся народ во время правления этого императора, что стал считать его худшим. А вот другого правителя, также разорившего всю страну, князя московского Василия Васильевича Темного народ, как ни странно, поддерживал. Сказался средневековый тип мышления, когда князь-батюшка, каким бы он ни был, считался помазанником божьим, и служить ему следовало не за страх, а за совесть. Между тем правление Василия Второго было необразцовым, ему даже взойти на престол не удалось как нормальному князю. Пришлось, как встарь, ехать к монгольскому хану за ярлыком и унижаться в Орде, хотя его отец уже этого не делал. А потом, потратив кучу денег на поездку и подарки для хана, Василий Второй аж четыре раза терял московский престол. Военачальником князь был просто ужасным, поэтому в сражениях его били все, кто имел маломальски обученное войско. Он потерпел поражение и от дяди Юрия Дмитриевича дважды, и от двоюродного брата, который был его заклятым врагом, Дмитрия Шемяки, и, конечно же, от монголо-татар. Василий Второй совершил большой промах. В те времена дела в Золотой Орде обстояли настолько плачевно, что Русь в 1430-х вполне могла освободиться от монголо-татарского Ига. Но из-за правления Василия знаковое событие отложилось еще на полвека. А в 1445 году московский князь попал в плен к татарам. Из-за его освобождения народу русскому пришлось собирать огромный выкуп. Добавляли масла в огонь и родственные связи. Родные Василия не только не могли остановить вражды между собой, но еще больше разжигали ее. Василий хотел отомстить за свое поражение Шемяки, и по приказу князя был ослеплен двоюродный брат Василий Косой. А в 1446 году, объединившись против князя-неудачника, братья Косой и Шемяка одержали над ним еще одну победу. Пленив Василия, братья выжгли ему оловом оба глаза. Василий ослеп, после чего и получил прозвище Темный. Понимая, что в Москве нельзя оставлять князя, пусть и слепого, Шемяка приказал Василию удалиться в Вологду и клятвенно обещать никогда не претендовать на московский престол. Но клятвы свои Василий столь же легко нарушал, как и давал их. Финалом войны между князьями стало отравление Дмитрия Шемяки в Новгороде, устроенное Темным. Он осознавал, что Шемяка – могущественный и опасный противник, который не позволит ему взойти на престол, потому решил избавиться от него. Серьезную поддержку князю оказывал сын. Василий Темный везде возил с собой старшего сына, будущего Ивана Третьего, который получил потом прозвище Иван Молодой. Когда Василия ослепили, Ивану было 6 лет. Он сопровождал отца как поводырь, поэтому очень рано повзрослел и как человек, и как политик. Он сидел на заседаниях Боярской думы рядом с отцом лет с 12, все понимал и знал. Василия Темного нельзя назвать выдающимся правителем, но он все же сумел укрепить армию и само княжество, которое оставлял сыну. И хотя итоги 37-летнего правления Василия неплохие, но по сути большинству плюсов были заслугой его сына, взявшего в руки управление страной в последний период правления Василия Темного. Именно Иван Третий сумел заложить основы русского государства, которые будут существовать на протяжении многих веков. Василий IV Иванович Шуйский, человек, о котором историк Николай Иванович Костомаров писал, что он менее чем кто-нибудь способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. То есть он совершенно не был похож на человека, которого бы полюбил народ. Почти сто лет род Шуйских верно служил московским князьям. И в 1552 году в этой семье родился мальчик Василий, который впоследствии стал царем всея Руси. Его родственники всегда активно участвовали в политической жизни страны. С их участием произошла попытка передать власть Владимиру Старицкому. А после его убийства, управления войсками во время Ливонской войны и походы, завершившиеся взятием Казани и Астрахани. Шуйские без особых проблем пережили и опричнину. В то же время у рода Шуйских сложились непростые отношения с другими влиятельными семьями. Захарьиными, Юрьевыми и Романовыми, Бельскими, Скуратовыми, Мстиславскими и Годуновыми. А после смерти Ивана IV Грозного, не имевшего наследников, развернулась борьба за власть, в которой Василий Иванович представлял род Шуйских. В итоге, после всех перипетий с правлением Годунова и Лже Дмитрия I, Василий Шуйский оказался на престоле. Но, по сути, незаконно, будучи буквально выкликнут на царство боярами. Естественно, произошло это благодаря банальному подкупу, а не из-за большой любви и уважения народного. Еще до воцарения он имел репутацию бесчестного человека. Чего только стоила история с гибелью царевича Дмитрия, в которой Василий был то на той, то на другой стороне и всячески изменял свои предыдущие заявления. Он сначала клялся, что Дмитрий умер в результате несчастного случая, затем уверял, что царевич спасся. Приняв царский венец, говорил, что Дмитрий Иванович был убит по приказу Бориса Годунова. За год правления Лже Дмитрия Шуйский дважды пытался поднять против него восстание и даже чуть и не закончил свои дни на плахе. Когда же Василий наконец добрался до царства, то выяснилось, что он лишен не только морали, но и таланта к государственной деятельности. За четыре года царь так и не смог до конца владеть всей территорией страны. Против него поднимались крестьяне, казаки, дворяне, церковники и даже бояре. Пытаясь покончить с Лже Дмитрием Вторым, Шуйский привлек на свою сторону шведов, а в уплату за помощь отдал часть территории страны, попутно ввязавшись в военный конфликт с Польшей. Последней каплей в чаше злодеяний этого плохого правителя оказалось отравление собственного родственника, но популярного в народе полководца Михаила Скопина Шуйского, в котором Василий заподозрил угрозу своему правлению. Россия в итоге оказалась разделена между поляками, шведами, смазванцем Лже Дмитрием Вторым и разбойничьими шайками. В июле 1610 года Василия Шуйского свергла Боярская дума и недовольные жители Москвы. Бывший царь покинул Кремль и переехал на свой княжеский двор, однако позже его схватили и насильно постригли в монахи. Поляки заняли Кремль и решили судьбу последнего Рюриковича на троне. Василия Ивановича и его братьев взяли в плен. По просьбе бояр их отправили сначала под Смоленско, где они были представлены Сигизмунду Третьему как трофей, а затем в Литву. Свои последние дни бывший царь провел в замке под Варшавой, где и скончался в сентябре 1612 года, так и не дождавшись освобождения Москвы войсками Минина и Пожарского. Да для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.